МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Девушке всего 22, но в полиции она уже пятый год, хотя это только официально. Ведь Анастасия родилась в семье сотрудников органов внутренних дел. Отец 20 лет служил в госавтоинспекции соседнего Краснознаменска, сейчас на пенсии. Мама работает главным бухгалтером в УМВД по Одинцовскому округу. Этим летом будет уже 20 лет. Такой пример, который я видела в родителях, я всегда его представляла. И представляла, наверное, с ранних лет себя именно в этой профессии. Примеряла, очень хотела и старалась попасть именно в органы. Мама Настя, Наталья Михайловна, майор внутренней службы. Сколько себя помнит, всегда мечтала служить родине, быть честной и справедливой, отстаивать эти качества в других. С детства было и стремление работать в органах внутренних дел. Сотрудником МВД видел свою дочь и отец Натальи. В бухгалтерию она пришла младшим инспектором, помощником бухгалтера. И никогда даже не рассматривала свою дальнейшую профессиональную деятельность на гражданке. Не знаю, служить для меня это все, погоны для меня это все, стремление помочь это совсем другая жизнь. Не то, что на гражданке. Я считаю так. Это более такая ответственность, более серьезный подход жизненный. С таким подходом неудивительно, что и младшая дочь, которая сейчас оканчивает 9 класс, собирается пойти по стопам родителей и старшей сестры. Мечтает поступить в колледж МВД. Я думаю, что наша династия на этом не окончится, потому что подрастает младшая сестра. Я думаю, что она тоже все-таки займет свои ряды и наша семья будет в погонах полностью. Сегодня в различных отделах окружного УМВД служат представители порядка 15 династий. Молодежь в основном оканчивает профильные вузы, например, Московский университет МВД. При этом никаких привилегий у них нет. И дети не всегда выбирают те отделы, где работают их родители. Идут своим путем. Бывает, что отец проработал всю жизнь участковым, заслуженно, старший участковый, а сын оперуполномоченный, непосредственно ведет борьбу с преступностью. То есть не всегда. Но поддержка, конечно, старшего поколения и плечо всегда чувствуется у этих молодых сотрудников. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.